я пока двинусь дальше и поговорим про портрет портретная фотография и опять определение жанра портрет но без него никак и есть официальное определение официальное определение звучит так что это изображение какого-либо человека либо группы людей сделаны средством фотографии в данном случае нас волнует фотография но получается довольно дурацкая тема почему потому что вот это тоже получается портрет то есть фотография в нашем паспорте это тоже портрет но мы почему-то не привыкли считать ее портретами говорим вот есть фотографии на документы фотографии на паспорт называем а вот справа это портрет девушки это типа смотри не перепутает типа вот разница да почему а ну потому что есть в этом определенная логика сейчас мы поговорим про уточненное определение так уточненное определение более точное определение портрета это выражение некой идеи или мысли фотографа которое он передает зрителям в том числе через модель. То есть это самовыражение фотографа. Фотограф имеет некую идею, которую он хочет донести до людей. Он берет и использует разные инструменты. Какие он использует инструменты? У него есть фотоаппарат. Фотоаппарат с его настройками, диафрагмой, ISO, выдержкой и так далее. Фокусное расстояние, кстати, может выбрать разные, будет разный эффект. И он может использовать фотоаппарат как инструмент. Ну, вполне логично. Второе, что он использует свет. Он использует свет, рисующий, заполняющий, контровой, жесткий, мягкий, то есть опять десятый, все это использует. Антураж и реквизит, разумеется, тоже инструмент фотографа, он тоже может выбрать какое-то место, которое будет говорящей, которое будет передавать идею и замысел лучше. Декорации и все, что может дополнить кадр, вот что держит в руках модели, как она там сидит, на чем сидит и где она стоит, все это может быть тоже передавать определенное настроение. Приемы композиции, ну разумеется, композиционные приемы, помните все эти контрасты, связи, ритм и так далее. Это все может быть способом передать какое-то настроение и мысль. Ну и в финале модель. Модель, конечно, без нее снять портрет не получится, но это один из инструментов. Один из инструментов фотографа, видите, да, целый список большой, этих инструментов, которые используют фотографы, и в том числе модель. Модель как, ну вот как, не знаю, там, как глина для скульптора, там, как мрамор для скульптора, как актер для режиссера. То есть, есть такое мнение, оно довольно часто бытует и встречается такое определение, что портрет должен раскрывать там некий внутренний мир модели, там, показывать ее характер, наиболее полно доносить ее какой-то там, то есть опять десятые. И тут я всегда отвечаю, на самом деле может быть. Ну то есть, на самом деле это, вот то, что я говорю, это никак не противоречит вот этому определению. То есть, фотограф может поставить перед собой некую задачу, сказать, типа, буду-ка я раскрывать внутренний мир моделей, и буду-ка я их фотографировать, пытаться, да, максимально точно донести их какую-то там красоту, их там, да, внутреннюю, внешнюю, не знаю, там, чего хочется. Он может любые задачи перед собой поставить фотограф, и будет, на самом деле, прав, и он может сам себе поставить такую задачу, ее начать выполнять. Может, а может не ставить. То есть, на самом деле все очень просто, да, может быть да, а может быть нет. Иногда у фотографа бывает внешний заказчик, он к нему приходит и говорит, ну, раскрой-ка мне, пожалуйста, внутренний мир модели. Ну, тогда фотограф может начать раскрывать внутренний мир модели, опять же, как он его видит. Все равно мы не можем раскрыть внутренний мир человека никак, почему? Потому что мы не можем залезть в чужую голову. Мы можем только поговорить с этим человеком, пообщаться, посмотреть, что он делает, посмотреть, как он живет, составить свое собственное представление, об этом человеке, и потом уже собственное представление протранслировать фотографию. Все равно будет идти через голову фотографа, все равно будет идти через его внутреннее представление, то есть, как он себе представит, и как он это будет делать. Поэтому фотограф может так делать, а может не делать. Он использует модель как инструмент для того, чтобы добиться того, что он хочет фотографировать. Поэтому далеко не всегда на фотографиях бывает портретируемый, а чаще всего бывает на фотографиях фотограф, да, вот он сделал такую фотографию, и человек говорит, что-то я на себя не очень похож, что-то я какой-то здесь не такой, что-то я не такая, я жду трамвая, что-то я какая-то злая здесь, а человек воспринимает себя по-другому, у него внутреннее представление другое, может не совпасть, потому что на самом деле фотограф не снимает этого человека, он не фотографирует его, он его использует как инструмент для фотографирования себя, своих мыслей. Но примерно так, я подробно это рассказываю, опять же, на курсе, и поэтому, если вопросы и будут, то вы задавайте, я постараюсь эту тему развить, но пока, я думаю, понятно. Понятно. Ну, чтобы было понятно, многие актеры, например, со своим актерским ремеслом попадают довольно порой в такие ситуации, когда их образ, который они играют, порой очень часто транслируется на то, какие они есть. Вот, например, Энтони Хопкинс, известный, да, очень актер, который играл Ганнибала Лектора, вот, и он рассказывал такую байку, значит, однажды я ехал в стеклянном лифте отеля, вот, и поднимался, да, и зашел мальчик с его мамой, вот, и стоял спиной к ним и смотрел на город, когда поднимался в отель, такой стеклянный лифт внешний, да, и вдруг мальчик сказал, что лифт похож на клетку Ганнибала Лектора, вот, и от неожиданности он, говорит, я, говорит, повернулся, и говорит, я никогда не слышал такого глушительного визга, вот, женщина завизжала, мальчик был ужасно напуган, говорит, наверное, я нанес ему психологическая травма, да, потому что никак не ожидал, что он окажется в этой клетке с Ганнибалом Лектора, вот. Вот. Ну, почему, да, потому что у людей есть, ну, некое представление, что вот он, да, вот, он этот вот Лектор, на самом деле он не Лектор, он, его пригласил режиссер, и режиссер сказал, что он должен играть, каким он должен быть, он задал его черты характера, и он дальше уже играл. И дальше он работал как глина в руках, помните, у скульптора, и как актер в руках режиссера, и транслировал то, что должен был транслировать, и зрителю абсолютно по барабану, какой внутренний мир у этого не Хопкинса, то есть вообще, вот, когда мы смотрим «Молчание ягнят», мне неинтересно, какой у него мир, он неинтересно, какую он играет роль, да, и как его режиссер использовал для создания этой роли. Вот, поэтому портрет может быть какой угодно, он может быть, там, крупным, может быть, в полный рост, может быть, каким-то, каким угодно, там, автопортрет без лица, это тоже вполне будет, кстати, портрет наличия лица, необязательное условие для портретного кадра, он может быть в качестве детали какой-то, он может быть автопортрет, какой угодно может быть, но главное, что в нем должно быть, это как показал фотограф, что он хотел рассказать, какую мысль пытался донести. Поэтому в жизни люди могут быть совершенно не такими, как на фотографии, и нужно понимать, чтобы получить хороший кадр, нужно понимать простые вещи. Нужно понимать, чего хотят зрители. Вот зрители, когда они смотрят на фотографии, нужно понимать. А на самом деле они хотят не так уж и много. Они хотят получить от похода в кино или в театр, они хотят получить несколько вещей, И в том числе от просмотра фотографий Они хотят получить эмоции Сейчас говорят, я пошел в кино, чтобы хорошо провести время Насладиться видом Получить удовольствие от просмотра Красивой фотографии, ну то же самое Второе, они хотят получить идеи То есть они смотрят на работы авторов И у них приходит мысль, да, мы делаем что-то неправильно Природу загрязняем Какие-то мысли, идеи Завтра я начну жертвовать Этим-то, да, какие-то донаты отправлять Или пойду сам волонтерам Идеи Информация, да, это может быть Менее ценно для, с точки зрения художественной фотографии Ну тоже Ну и что-то можете предложить сами, то есть если сможете Дополнить список, я буду рад, потому что мне в принципе В голову ничего не приходит. Самое главное, что хотят Люди получить эмоции Ну и если говорить про портретную фотографию То самым лучшим ориентиром будет Здесь кинематограф Кинематограф в кино, потому что там Очень часто, помните, говорят про портрет Ух, типа как картинка, как кадр из фильма Вау, класс, смотри как получилось, да, потому что кинематограф Он часто объединяет эти вещи Помните, я говорил, да, в кино совершенно неважно Внутренний мир актера, который играет Важно то, что сделал режиссер И что он показал И актер может быть лапочкой и душкой в жизни, да Но его будет снимать как Ганнибала Лектора И он будет играть такого Отпетого мерзавца, да Это Так же, как и в портретной фотографии Может образ, внутреннее представление человека совпасть А может не совпасть с тем, что делает человек С тем, что он показывает В кино важно техническая составляющая Безусловно, да, очень важно Чтобы было все качественно, резко, замечательно Фокус где надо, там, хороший цвет, хорошая композиция Все это, безусловно, важно И в кино важна, естественно, идея То есть без хорошей идеи никто в кино не пойдет Не будет смотреть Поэтому кино это как хорошая такая аллегория Портретная фотография И вот может посмотреть на работах многих мастеров Да, и увидеть то, что действительно Они очень кинематографичны То есть хороший портрет, очень кинематографичный Я вам всем предлагаю посмотреть на серию Эрвина Олафа Которая называется Hope Чем интересна эта серия Я всегда всем-всем говорю Особенно начинающим фотографам Посмотреть на эту серию Она интересна тем, что в ней играют не модели Потому что мы часто снимаем модели Которые не умеют позировать, не умеют играть У нас нет актерского мастерства у этих моделей И поэтому вот я предлагаю решение Вот посмотреть, подсмотреть у Эрвина Олафа У него картины и сюжет играет антураж Антураж, освещение, световая гамма Вот это все начинает играть То есть оно нам рассказывает историю То есть мы можем придумать историю того, что здесь произошло При том, что актеры, в общем-то, не блещут актерским мастерством Им не нужно сильно играть Он фактически рассказал историю целую Причем каждый тут найдет свою собственную историю Какой-то найдет свою, какой-то Сможет свою правду рассказать про то, что здесь произошло Но Здесь не игра актеров То есть то, что люди говорят, что в портрете важны эмоции Которые передают Нет Важно, как это может обыграть фотограф Вот он, например, обыграл при помощи антуража Света, цвета и так далее Да, и вот очень, конечно, интересная серия Которую можно долго разглядывать Она может не нравиться Кому-то я не призываю, чтобы эти фотографии кому-то нравились Но они выглядят прикольно Я рекомендую ее рассмотреть Потому что это хороший инструмент Ну, хорошо, не нравится вам Эрвин Оллов Можно посмотреть на Питера Линдберга И посмотреть на его работу Он прям делал целые серии с фотографий Это рекламная работа Наталья Водянова для, по-моему, для кого? Для Вога, по-моему, он делал И назывался Пекинский роман Вот эта целая серия Вот как она встречается, с кем-то общается И прям как кино это разворачивается Там есть начало, завязка, развязка, кульминация и так далее Вот, или, например, Питер Линдберг И у нас Наталья Водянова и Эван Макгрегор Снимаются прям целые серии В которой прям вот раскрывается жизнь людей И с какой-то интригами, с какими-то загадками Вот они там, типа, любящая пара, у них двое детей очаровательных Они такие ми-ми-ми-пи-пи-пи И вдруг он выясняет, что она кому-то звонит С кем-то встречается То есть, опять-таки, вы можете посмотреть, найти интересную серию Прямо как мини-фильм посмотрел В отдельных кадрах все то же самое То есть смотрим, и отдельный кадр выглядит абсолютно вот как вот кусок из фильма И прям вот можно додумать, что это было там Куда этот сюжет двинется дальше Как это все развернется Конечно, это очень круто, потому что это вот как раз позволяет Гораздо интереснее рассказать историю Вот у нее тоже там целая история с Николь Кидман Есть такая, для ВОК Италии она снимала И вот она и поет, и танцует, и на съемочной площадке И что-то она кому-то звонит, и кому-то там С кем-то общается и переживает Ну, получается, интересная прям серия работ Можно посмотреть на работы Ричарда Аведона И посмотреть, увидеть, что у него Тоже в одном кадре практически кино Ну, то есть вот здесь у нас Если там был американский сейчас, только что мы посмотрели фильмы, да, то, что нам показал Питер Ленберг То тут какое-то французское кино, где все танцуют и поют и пляшут И как-то друг с другом там общаются И какие-то любовные треугольники завязывают, да Очень-очень тоже кинематографичные кадры Ну, то есть у многих даже студийные фотографии есть какая-то прям Присутствует режиссура и кинематографичность в этих кадрах Поэтому я вам рекомендую более внимательно посмотреть на все эти вещи, да И более внимательно изучить, потому что это очень хороший материал для понимания, как делается интересный портрет Если вы хотите делать хороший интересный портрет, то вы должны себя представить главным на съемочной площадке От которого зависит все То есть от человека, от которого зависит вся съемочная команда И который раздает всем указания Если вы сможете себя представить таким человеком, то у вас будет идеальная потом съемка Какие есть этапы работы над портретом? Ну, первый этап – это рождение идеи То есть вы должны придумать некую идею, задумку, замысел И надо сказать, что эмоции от кадра часто намного важнее техники исполнения То есть вот какая-то интересная передача интересного сюжета или передача интересной эмоции Вполне возможно даже при техническом несовершенстве кадра Вот как здесь, да, в Твиге сфотографировано Нечетко смазано, но зато какие волосы, как красиво летят И какое настроение у этого кадра стало довольно известным кадром Или вот это, да, это тоже Ричарда Аведона кадры, да Где, собственно говоря, смаз, который в фотографии считается браком Он, собственно говоря, и сделал кадр Вот, и поэтому, если вы говорите про коммерческую работу Все то же самое от фотографов ждут умения какие-то воплощать идеи Очень много хороших фотографов, которые умеют качественно снимать Резко, четко, замечательно И поэтому, когда начинают выбирать, кто же будет исполнителем для нашей новой идеи Которую мы придумали, или там для нашего нового календаря Или там для нашей новой рекламной кампании Начинают выбирать среди тех фотографов, которые могут предложить что-то необычное Которые могут предложить какую-то неинтересную идею У которых есть творческие проекты И они скажут, о, у этого фотографа такие интересные, необычные снимки Давайте-ка мы его пригласим, может быть, он что-то свежее привнесет И действительно приходят фотографы и привносят какую-то свежую струю И делают какие-то более интересные, свежие фотографии Говорят, что давайте мы сделаем вот так, то будет круче, а если вот всяк Ну, блин, творчество, да И выбирают того фотографа, у которого интересные творческие работы Не того, кто делает качественно в срок и замечательно и резко, таких много А тех, которые делают интересные творческие работы И поэтому нужно делать интересные творческие работы Но никак Где брать идею? Из головы Здрасте, капитан очевидность вам рассказал, да, из головы Но про эту тему я подробно говорю Где брать идею? Еще подробно рассказываю Сейчас мы про это не будем А где их брать? Нужно придумывать Но есть упражнения, которые позволяют это развить Это отдельная тема Важный этап при работе над портретом Это составление, так называемое, мудборд Мудборд – это слово муд-настроение И такой мудборд – это из серии создать какие-то элементы Которые позволят вам потом нужный вам кадр создать Ну, как начинается, да, начинается поиск интересных вариантов Заходите в интернет, вбиваете там, слово, не знаю, портрет И начинаете наслаждаться вариантами, которые вам предлагаются Но, на самом деле, скорее всего, если вы обьете портрет То вы получите кучу всякого разного кала К сожалению, не самых интересных фотографий Поэтому нужно задавать более сложные какие-то запросы Более какие-то сложные, там, портреты Там, красивые девушки, вечернее время, ну и так далее Да, и поисковая машина, в принципе, неплохо вам позволяет Искать и дальше уже находить интересные варианты И сам по себе мудборд – это некая такая, может быть, виртуальная картинка А может быть, вполне физическая Вот как здесь на барышне работать над мудбортом Это какая-то некая картонка, на которой она наклеивает все, что может давать определенные подсказки для создания хорошей фотографии Ну, то есть, какие прически, какой макияж, какая одежда, какая локация То есть, все-все-все это можно пособрать в единой картинке Это будет помогать вам понимать, что должно быть То есть, как это должно выглядеть, что должно быть надето Какие-то комментарии, какие-то там решения по прическе, по тому, по всему И вот можно создать интересный мудборд, который позволит вам понять, что произошло И что будет, да, сниматься Что можно включить в мудборд? Историю, мини-сценарии, что должно происходить Вещи и реквизиты, которые могут понадобиться Локацию, антураж, что окружает, да, иллюстрации, которые могут проиллюстрировать вам Ну, как-то быть похожими на то, что вы хотите сделать Ну, и музыку, видео, которые могут вас, ну, сподвигнуть на создание этих фотографий Хороший мудборд такой, что, если взглянув на него, вы понимаете сразу, о чем будет эта фотография То есть, какого будет плана сделана фотография и в каком направлении вы будете двигаться Это хороший мудборд Но, опять же, он работает для вас То есть, для вас хороший мудборд может оказаться для кого-то плохим мудбордом Потому что вы все понимаете в этой фотографии, что вы здесь разложили, что сфотографировали А человек, который другой, он может не понимать, да, и для него, может быть, непонятно Ну, поэтому хороший мудборд, конечно, делается под конкретную задачу Очень здорово, если вы умеете рисовать Очень здорово, если вы умеете делать зарисовки, эскизы, наброски Если вы умеете рисовать хорошо, это вообще супер Если вы умеете рисовать вот так, то это тоже неплохо Почему? Потому что тоже сойдет Простые такие вот рисунки Палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек Тоже позволяют вам понять, как это все будет выглядеть Потому что вот вы говорите Я хочу снять семью Традиционную семью возле домика, например А как? Вот возле домика они что будут? На крылечке сидеть, стоять перед ним Они будут стоять, сидеть, лежать, чего там? Папа с мамой или просто папа Или только там папа с ребенком Нарисуйте, и вам будет более-менее понятно Вы поймете, а вот если так сделать, то нужно искать Такую-то локацию, где бы домик был виден целиком Папа должен быть в костюме Мама в платье, ребенок в чем-то еще Понимаете, да, у вас уже сразу появляется куча Подсказок, которые вы на месте Скорее всего не решите Следующий этап это кастинг Вы должны выбрать модель, которая удовлетворит Задачам съемки Все люди разные, работают по-разному И кто-то подходит для сюжета Веселушка-хатушка А кто-то подходит для сюжета Задумчивая барышня, смотрит в окно и сейчас из него выйдет У всех разные задачи Точно так же, как разные актеры Снимаются в разном кино И Кристофер Ив смотрелся в Супермене органично А Питер Динклейдж будет смотреться в костюме Супермена Вот я средствами фотошопа подставил Будет смотреться странно Хотя я уверен, что он сыграет Супермена И сыграет его прекрасно, поскольку он актер, в принципе, хороший Но это будет не тот Супермен, которого мы представляли И не тот Супермен, которого мы ожидаем увидеть, скорее всего И поэтому, наверное, надо искать какого-то другого актера Но очень важно, чтобы была четкая договоренность, что вы будете снимать Это следующий этап При кастинге вы должны объяснить, что вы будете снимать Не только это связано с обнаженной натурой Это связано вообще просто со многими ситуациями Потому что есть люди, которые что-то будут делать, а что-то не будут делать Вот у меня был такой, не в моей практике Вот моего друга, я всегда рассказываю эту историю Он фотографировал курящую модель Ему нужен был по задумке курящая модель Он пригласил модель, которая реально курит в реальной жизни А на съемочной площадке она отказалась курить Он говорит, а почему ты перед камерой не куришь? Хотя мы сейчас только что с тобой стояли перед дверью этой студии И курили там, да, и обсуждали какие-то наши личные дела А она говорит, а я всем сказал, что я бросила И там с трудом ее уговорил на то, чтобы она там снимала перед камерой Сидела с сигаретой, да? И такое может случиться, и никто от этого не застрахован И поэтому вам нужно заранее обсудить, что вы будете делать Мы полезем в крапиву и будем там снимать в крапиве Там, как женщина лежит в крапиве, голышом голым задом, да? И кто-то согласится, кто-то скажет, вау, какая классная идея, полезу, да? Конечно, потому что у тебя прекрасные снимки А кто-то скажет, да иди ты нафиг, не полезу я голой попой в крапиву Ты что, вообще с ума сошел, что ли? Это будет вполне логично и вполне понятно, почему человек не полезет в крапиву Ну я утрирую, но понятно, что есть такие вещи, которые люди будут играть, а которые не будут играть Поэтому лучше заранее это все обсудить Обязательно утрисать туда юридические формальности То есть подписывать так называемую модель релиз Помните, что модель релиз, это в нашем понимании, это договор Договор может быть в простой письменной форме Может быть написан от руки и может быть простыми словами В других странах уточняйте у юристов, потому что в России это так, а в других странах по-другому Это может быть в простой письменной форме, то есть совершенно не обязательно должен быть стандартный бланк В договоре можно написать любые условия Люди часто пользуются тем, что ну вот есть модель релиз, он для всех стандартный Подпиши его, модель подписывает, а там все, что только можно С этой фотографии фотограф получает права для себя То есть он получает права продавать, переделывать, коммерчески использует и так далее Но на самом деле фотограф может и модель по договоренности, поскольку это договор Могут написать туда все, что угодно То есть любые соображения, которые им придут в голову То есть, например, фотограф использует эти фотографии только в качестве собственной рекламы То есть там на сайте показывает свои умения, но не использует в коммерческой Не может продавать эти фотографии, не может использовать их в коммерческих целях, например Это можно прописать фотографии, или наоборот То есть он не может, например, показывать нигде, но может продать их, например, кому-то Такой тоже вариант Может написать все, что угодно То есть если это не противоречит законам, вы можете написать любое Надо помнить, что TFP, Time for Print, это не равно бесплатная съемка То есть многие люди проводят между этим знак равно То есть типа вот пошел на TFP и получил бесплатную халяву На самом деле TFP это бартер Когда фотограф обменивает свое время и умения, уменят на время позирования модели Это бартер, и если модель получила фотографии, то с точки зрения де-юре юридически Она получила плату за деньги, ну, неважно, деньгами или борзыми щенками Она получила плату за свою работу А по российскому законодательству, по статье о защите охраны изображения человека Человек не имеет никаких прав на свое изображение, если он получил плату за свой труд Плата может быть любым способом осуществлена, она совершенно не обязательно деньгами Бартер никто не отменял, и бартерные сделки по-прежнему существуют в мире, да, и это вполне нормально И это может быть, да, мена какая-нибудь, или бартер никуда не делся И поэтому с точки зрения де-юре, time for print, если вы сможете доказать, что вы отдали фотографию, доказать, например, письмами, да, какими-то отрослыми файлами, да, там, подтверждением того, что она получила эти фотографии, там, в переписке, например То вполне, вполне судья встанет на сторону фотографа и скажет, модель не имеет никаких прав на свои фотографии, которые сделаны в ТФП Она не имеет права их, там, запрещать публиковать, она не имеет права их, не знаю, там, не использовать коммерческий Фотограф может сделать фотографии вообще все, что угодно, если он заплатил за труд Ну и поэтому, кстати, я вам рекомендую, если вы будете фотографировать модели, рекомендую платить им Самый простой способ брать расписку о получении денег за позирование на работе И, в принципе, это вполне достаточно для любого суда, для того, чтобы подстоять свои авторские права Вот, оплата труда модели, как уже гарантия, отсутствие претензий Дальше с этим фотографиями делать, что хотите Вот, что хотите, вот, абсолютно, что хотите Куда хотите, продавайте, куда хотите, публикуйте Никто не придет, вам скажет, о, у меня новый бейфренд, срочно убери эти фотографии Они слишком, там, я на них как шлюха, там, и так далее, да Снималось, снималось, молодец, все, до свидания Вот, есть оплата Может быть жестоко, но, в принципе, it's set but true Чтобы вас потом не попадать в такие ситуации, когда, там, начинают качать права Вот это я не разрешу, это нельзя, это можно, это, то есть, у меня обстоятельства изменились Ну, конечно, я всем рекомендую быть человечным, нормальным и нормально договариваться Но иногда бывает ситуация, когда договариваться нельзя Визажисты Визажисты очень важный момент на съемке портретов, поэтому по возможности всегда договариваться с визажистами Они очень сильно упрощают постобработка снимка, еще делают очень много моментов дополнительных То есть, они сильно упрощают, если хороший визаж, убирает многие проблемы и делает фотографии гораздо лучше Но еще визажист позволяет психологически подготовить модель к съемкам Это очень важный момент, про который многие забывают То есть, пока ее красят, она готовится к тому, что ее сейчас будет снимать Не бежит там с троллейбуса, там, из последних ног, она тебе теряет, там, ботинки, да, опаздывая на съемку И там прибегает вся такая бешеная, еще нужно отдышаться А она уже все готова, она в кресле, она уже подготовилась, ее будут снимать Плюс на макияж очень сильно раскрепощает любого человека, модель в том числе И когда он нанесен макияж, человек чувствует себя более красивым Он чувствует себя более уверенным, ну, это, конечно, для фотографий гораздо лучше Визажист плюс фотограф — это команда Команду гораздо сложнее опрокинуть на какие-то вещи То есть начать капризничать, там, привередничать Это я буду, это я не буду Если вы договаривались, то с командой значительно сложнее спорить, чем с одним человеком Ну вот, ну и нужно помнить, что визажист способствует созданию рабочей атмосферы Поэтому, если есть возможность, приглашайте визажистов Начинающие визажисты очень часто работают на портфолио, так называемый Time for Print И вы их можете пригласить, они вам сделают хороший, в принципе, визаж На условиях как раз то, что вы потом поделитесь фотографиями Подготовка фона Следующий момент Типичные фотографии, которые делает начинающий фотограф, это вот так Это купил человек, там, 85-1.2 Или, там, 50 мм 1.2 Или 85-1.4 Неважно, какой-то светосильный объектив Шбэк, сделал кадр, и сзади все размыто Вау, круто, класс Потому что очень здорово все размывается Малая глубина резкости, красота невероятная Но это связано, скорее, с тем, что у человека просто Скорее всего, начинающего нет возможности контролировать все параметры съемки То есть нет возможности контролировать настройки фотоаппарата Следить за моделью, следить за светом Еще и понимать, что там на заднем фоне будет И поэтому он говорит, давайте упростим задачу Свет сделаем попроще От фона вообще откажемся Будет размытые пятна И вот так вот фотографируют Все, конечно, здорово, красиво В некоторых случаях это прекрасно Но если посмотрим на работы фотографов То мы поймем, что это упрощение А упрощение это Нет фона, нет проблем Это далеко не всегда хорошо То есть если мы берем работы известных мастеров Стивен Мейзелл, который до сих пор творит И радует нас фотографиями Известный фэшн-гуру Фотограф Да, или возьмем Питера Линдберга То мы видим, что фон сзади может быть размыт Но он довольно четкий, все-таки довольно детализированный Потому что фон играет важную роль Мозг предпочитает многое не видеть И поэтому, когда мы фотографируем, мы можем не замечать какие-то проблемы фона Но они там есть, и поэтому это нужно учитывать Крупные объекты, то есть нужно за ними смотреть И оптический видоискатель сильно проигрывает экрану Поэтому фэшн-фотограф и вообще портретный фотограф Обычно снимают на Сразу на монитор То есть сразу снимается на компьютер И не через видоискатель смотрит Там вы ничего не увидите Мозг обманывает нас Просто не видит многих деталей И не видит, например, столбов растущих из головы Не видит там проводов, которые мешают кадру То есть многие вещи человек не видит собственным глазом А на экране не сразу видны Поэтому обычно снимают на экран Или как минимум через лайфью Это гораздо проще будет снимать портреты Убрать мусор с фона Нужно помнить, гораздо проще, чем его фотошопить Фон, да, то есть если лежит какая-то тряпка То проще ее взять и отнести в другую сторону Чтоб она не мешала Чем ее потом фотошопом затирать на десяти кадрах И если фон не важен, то его можно и размыть Но в основном фон важен Играет важную роль Ну и съемка Вперед ты с песнями Работай над образом Создаете тот кадр, который вам нужен Про все про это мы говорим на курсе Основной фотографии практики Более подробно и разбираем ваши работы И смотрим, что там получается Обязательно каждую работу разбирают Вот тут есть люди, которые не дадутся соврать Которые присутствовали на этих занятиях И расскажут, да, как мы действительно разбираем подробно Каждую работу и обсасываем И смотрим, что там можно сделать лучше Дорого-богато кружочки Это все здорово, но это уже Раньше было здорово, классно Когда с этой сильный объектив стоил каких-то космических денег Как космический звездолет И, конечно, это было очень здорово и богато И тем более они там плохо снимали И поэтому это было сложно Сделать такой колор То сейчас уже нет Вот Продолжение следует... Продолжение следует...